Седьмое поколение залетело с приходом Xbox 360 в 2005 году. Можно ли считать, что Microsoft поспешили с выходом новой игровой системы? В целом, я бы так не сказал, потому что 360 это прям гениальнейшее изобретение, которое вышло таким, которым он и должен был стать, если не брать во внимание один неприятный моментик. Красные огни, которые немного пошатнули репутацию Microsoft. В целом, можно было сказать, что безопасно покупать себе Xbox можно было где-то с года 2010, когда вышла Эска. Но на самом деле в 2007, когда выходил Arcade и Elite, я думаю, там тоже эта проблема была решена. Майки понесли нехилые потери лавэ, но что поделать, за любые ошибки приходится платить. Xbox 360 это прекрасно, но знаете, что может быть лучше? Выгодные покупки на плойку и ящик благодаря сервису MOPS. Универсальные ребята, которые помогут вам с приобретением игр по вкусным ценам для разных платформ. Множество положительных отзывов в целом говорит о том, что данному сервису доверять можно. И самый кайф кроется в том, что игры ведь для Xbox 360 здесь также можно приобрести. Правда, сыграть в них вы сможете на Xbox One и Series по обратной совместимости. Вам окажут адекватную консультацию по интересующим вас вопросам. Ну а по вкусным ценам это у нас Tekken 7 за 360 рубасов, Batman Arkham Knights Premium за 290, Red Dead Redemption 2 за 680, MK11 за 400 и больше приложений на их сайте, либо попользуйтесь группой ВКонтакте. Все понятно и просто. Заходи за выгодой в MOPS Games, это твой надежный партнер. Ссылка в описании. В чем феномен Xbox 360? В том, что эта мега-консолька принесла нам много всего нового и интересного, как бы это сейчас не прозвучало. Ибо у нас принято ругать коробки и говорить о том, что вот она сильно уступает сравнению со своими конкурентами. Однако я здесь хочу сказать, что 360 был действительно новой и приятной игровой системой. Вспоминая Xbox Original, я восхищаюсь им, потому что игровая система получилась мощнее некуда. Все конкуренты автоматически улетали спать, это ПК-железо в корпусе консоли. И 360 по факту был таким же ПК. Чисто самозванца нам сюда закинули, и Microsoft никогда не юзали собственное нутро для консолей. Только ПК-комплектующие, понятное дело, зачем. Это удобно, разработчики ведь больше шарят в компиках, и зачем создавать для них лишнюю нагрузку. И вот 360 это тоже компик, и наконец-то в сравнении с прошлой коробкой, я получил хороший контроллер, который до сих пор считаю одним из лучших решений из консольной арены. Кнопки вот эти Black & White перенесли вверх, что как бы обеспечило комфортную игру. И спустя время я могу сказать, что с выходом Xbox 360 майки просто исправили множество ошибок, которые они допускали при создании прошлого Xbox. Он все-таки был первым, а как вы и сами знаете, ну первый это проба. Дальше мы извлекаем все ошибки и идем вперед. У нас в целом наступила новая эра, и не просто кнопки перенесли, сделав контроллер подходящим под стандарты общепринятые. А еще обратите внимание, что геймпад лишился провода. Новая эра, ребята, и можно считать, что ящик 360 это первая консоль в седьмом поколении, плюс первый беспроводной контроллер появился именно у них. Потому что третья плойка вышла не в 2005 году. Вот вам и инновационный бокс. У Xbox все тот же DVD-привод, правда, диски он стал кушать немного расширенного объема RDL. Мы все с вами их прекрасно знаем. Отличные диски, я вам так скажу, которые служили мне в качестве обучения записи игр, но об этом чуть попозже. Объем 4 гигабайтов увеличился до 8,5. Это лучшее решение, и я не знаю, чем думали там Microsoft, потому что когда в следующий раз мы поговорим про PlayStation 3 в рамках этой рубрики, в целом вы более подробнее поймете, почему Xbox выбрал самый лучший путь. И пусть там спустя время игры стали выходить на нескольких дисках, ну и что это, разве является проблемой? Да, те, кто рубился на шитых коробках, им приходилось платить X2, а то и X3, в зависимости, сколько дисков было внутри короба новой игры. Условно не 100 рублей, а 300, но это дешевле, чем лицензия. А если мы говорим о правильном гейминге, то какая тебе разница? Ты покупаешь игры по 60 баксов, и меньше, если мы говорим за распродажи. Вот лично мне было максимально безразлично на этот моментик, потому что я пришел сюда играть, и пусть внутри нас ждет несколько дисков, да, но зато моя игровая система гораздо дешевле, чем у конкурентов в будущем. Это тема следующего видоса, как вы понимаете. И пусть у нас не Blu-ray формат, здесь обычный DVD прокаченного плана, он двухслойный. Но зато здесь Microsoft как будто выступила в роли тех, кем они и являются на рынке, не пытаясь заходить в разные стороны. Дело в том, что исходя из прошлого опыта успешного, безусловного Sony, их консоли покупали за наличие DVD-привода, потому что дешевый DVD-шник, вы могли себе намутить и играть на нем еще плюсом. Но майки не пошли за новым форматом. Они понимали, что игровая система в таком случае будет стоить баснословных денег. Поэтому OPA и двухслойный DVD. Я, если честно, не понимаю, зачем компании, когда вот у них выходит новая игровая система, они делают часто акценты не на прямые функции этой штуковины. Да, прикольно, что у PS2 когда-то был DVD-шник, дешевый, качественный, все дела. Но если мы посмотрим на двойку чисто со стороны гейминга, то это чушь. Поэтому я за практичность, за хорошую стоимость и самое главное за игры. Ну и конечно же 360-е прошили буквально с коробки, что и привело к огромной заинтересованности со стороны геймерского комьюнити. Потому что дешевые игры. Я вот сейчас понял, они намного важнее для большинства игроков, чем эксклюзивы. Еще какие-то дополнительные приколы. Естественно, да, понимаете, что такое купить игру в 60 раз дешевле. Либо 1 доллар, или же 60. Ну конечно же люди будут обращать свое внимание на Xbox 360, потому что он шитый. Его быстро прошили, игры начали продаваться на рынках, или же кто прошаренный был геймером, вошли в сеть и стали нарезать себе игру. И здесь я могу сделать вывод, что прошитая игровая система гораздо важнее не просто эксклюзивов, привода, крутого Blu-ray, но еще и важнее главной фишки в прошлом поколении Xbox Live. Вы же не могли играть в онлайне, получили бы себе бан, но и сделали бы из игровой системы кирпич. Поэтому прошивка для консоли это самое главное. И никакие другие факторы здесь сопоставлять будет нереально. Я считаю, что заслуженно у ящика большие продажи. Я считаю, что это последнее поколение с адекватной прошивкой. Возможностями бесплатно, ну условно бесплатно, получить игры, и седьмое поколение для меня поэтому является родным. Ты здесь мог посмотреть на финал красивейшей истории консольного пиратства. Да, ну и сейчас присутствует там на PlayStation 5, но на Xbox его нет. Да если мы говорим за игры, паленые на дисках, то ну прям на дисках это Xbox 360, последняя платформа, которая сшилась. И на которой вы могли найти игры на рынке. Если мы говорим за семейство как бы Xbox. Ну в чем заключалось новое поколение? Что вот у нас только беспроводной пат, но в него можно было вставлять батарейки, или же имелось возможность купить фирменный аккумулятор. Тут выбор исключительно важен. Но вот 360 коробка не настолько лишена фишек. И даже в чем-то она немного быстрее пришла к инновациям, чем конкуренты. Вы понимаете, что это консоль с первым беспроводным патом. Это круто, но что касательно онлайна. Я часто говорил вам о том, что Xbox 360 принес нам с вами платный мультиплеер. Однако, покопавшись в истории Xbox, можно сделать вывод, что платным он был на ящике Original. Стоил 50 баксов в год. Но возможно здесь идет речь именно об голосовом чате, а не о самой игре в онлайне. Короче, не сильно это все важно, потому что Xbox начиная с 360 в полной мере показал на всем, что за подписками будущее. Ибо оказывается, что даже на Xbox Original, консоли, которая как бы не должна была знать, что такое подписки, у нее были подписки, и здесь это продолжилось. Появились новые уровни Life Silver, который просто дает тебе доступ полазить в интернете без возможности рубиться в громкие мультиплеерные тайтлы. И как вы сами видите, за этим и было будущее. Подписка развивалась, кто-то назовет это дело деградацией. Но я же скажу, что за всем этим стоят гений, которые напрямую показывают нам всем. Если ты хочешь играть в онлайне, то ты это будешь делать любой ценой. Просто возьмешь, пойдешь и купишь себе подписку, чтобы рубиться в годный контент. Причем, ты же вроде как за домашний нет платишь, но ты домашний интернет. А если хочешь войти во всеобщую паутину Xbox Live, пожалуйста, плоти. Играй и радуйся. Не очень приятно, я вам честно скажу, поэтому, когда мы говорим за Xbox 360, я его воспринимаю с немного иной стороны. Это темная сторона. Пиратство, дешевые игры и отсутствие онлайна. Я бы не хотел ни в коем случае покупать какие-то там подписки, чтобы играть в консольный мультиплеер. Поэтому прошитый Xbox для меня, можно сказать, был спасением. Но это все не важно, потому что, объясните мне такой прикол. Xbox 360. Да и в целом, Microsoft это такая компания, которая пришла и в каждом поколении показывает нам next-gen штучки. Как вы помните, с приходом первого Xbox у нас появился жесткий диск в консоли. Здесь же эта традиция продолжилась, понятное дело, но если Xbox Original не нужны были карты памяти, то зачем они Xbox нового поколения? Дело в том, что майки выпускали Xbox в разных вариациях, в том числе и без жесткого диска, поэтому, конечно же, ему нужны были карты памяти. Однако, в более новых моделях коробки, как Slim, уже не найти никаких портов для memory card. Но у Xbox 360 был HDMI порт. Мы его с вами застали и прекрасно помним, но был ли он в 2005 году? Не было. Когда выходили первые коробки, у них использовался только AV. И спустя всего один год, скорее всего, после выхода PlayStation 3, нужно было отвечать этой игровой системе, и они допаяли к материнской плате HDMI порт. И просто посмотрите на две консоли из одного поколения с разницей в один год. На самом деле, пусть я и люблю седьмое поколение игровой систем, но как же я рад, что покупал себе консоли практически на закате. Потому что, ну вот, ты купил себе коробку в 2005 году, получил отсутствие HD разрешения, но спустя год, пожалуй, оно появилось. И что тебе делать? Пахнет каким-то кидаловым, и я бы специально сделал все возможное, чтобы у меня появились красные кольца, чтобы майки поменяли мне коробку на более новую. Но согласитесь, что это бред. Сейчас бы купить на XGIN на AV, а спустя год мы уже, оказывается, перешли на HD. Новый формат, что спал. Короче, у Sony в этом плане было чуточку, но по-людски. Поэтому, если мы говорим за некую народность и справедливость, плойка решала. Xbox не решал. Но ящик, как вы помните, покупали из-за прошивки. Но самое главное, что принес нам ящик, это не спор о том, что, дескать, вот. У нас тут приколы с разъемами и разрешениями, а NexGen заключался в простом. Новая эра HD, которая в 2005 году не наступила, но зато позже приехала к нам. И стартовые игры Xbox, если честно, ну, мало кого не могли зацепить, если честно. Потому что, откровенно, ну, не было каких-то захватывающих произведений. К тому же, активно игры на Xbox Original выходили, хотя из 12 произведений, выпущенных на релизе Xbox 360, на прошлую консольку мы получили около 4. Короче, нормально так майки подготовились к выпуску нового поколения, где фактически они взяли и стали отказываться массово от прошлого поколения, показывая всем, дескать, смотрите. У нас новая консолька, вы уже в курсе, что такое Xbox, что такое онлайн. И давайте покупайте. А прошлая коробка вам не нужна. Если честно, то напоминает мув перехода Сатурна на Dreamcast. Вот Sega тоже тогда делали вид, что Сатурна не существует, что это была какая-то ошибка, и забудьте про Сатурн, покупайте Dreamcast. Ну, ваше право, господа, потому что если мы будем смотреть с вами на стартовое произведение для Xbox 360, у меня есть к ним вопросы, потому что слабовато, как я считаю. Но в тот же момент и могло быть хуже. Вторая часть Код это замечательное произведение, которое помимо того, что он доступен из Xbox исключительно на 360, то есть, как сами понимаете, вышла новая консолька, равно отсутствие поддержки старой. Так к тому же порта в будущем не было на консоли конкурентов. И просто так вышло, что Код 2 это эксклюзив для 360 и компа. А игра, я скажу вам честно, но она полный разнос, даже в наши с вами дни. А до 2005, пожалуй, ничего не стану говорить. Вы сами посмотрите и на визуалку, и на качество изображения. И пусть в 2005 еще не было HD формата на консолях, но зато я прям уверен, что качество изображения, вот четкость, с переходом точно ощущалось, как и сам звук. В этом плане Xbox всегда был хорош. Но можно ли было сказать, что перед нами сейчас находится игровая система на X-Gen уровня, нового поколения? На самом деле, я как будто так не считаю. Потому что если сейчас не оценивать те моменты, что у нас в руках беспроводной пад и прочее, то что мы получили именно от игр? В 2005 году я бы честно вам сказал, что ну нет. Да, у нас есть на коробке Call of Duty 2, которая только здесь. Но в тот же момент давайте окунемся в 2004 год и посмотрим просто на хроники ридика для коробки. Это одна из лучших игр для Xbox в плане графических возможностей. И я предполагаю, что глядя на этот визуал, в целом многие из вас не увидели отличий. Однако стартовые игры для коробки 360 не ограничивались исключительно одной игрой. У нас также были произведения, которые выходили что на Xbox, что на Xbox 360. И вот здесь проводить сравнение, как я считаю, будет максимально правильно. Потому что только наглядно мы с вами можем сделать вывод о том, что Xbox 360 это настоящий next-gen, во-первых. Разрешение здесь выше. Во-вторых, ну лучше здесь все. Просто понимая, что это совершенно другая игра, которая лучше во всем. Если в то время геймеры обращали внимание на графику, то, конечно же, им нужно было осуществлять переход на новое поколение X. Но здесь также есть прикол, если вы играли в прошлом на оригинале, то не перейти на 360 после его выхода вы просто не могли. Как я уже говорил, только несколько произведений из стартовой линейки 360 были доступны на прошлом поколении. А здесь, ну спустя где-то год-два, уже полностью перестали выходить игры. Если мы продолжаем говорить о стартовых произведениях для 360-го, то также можно выделить одну интересную игрулю Project Gotham Racing 3. Почему я решил поговорить именно о ней? Скорее для примера того, что как раньше не будет, а это даже хорошо. Посмотрите на визуальный стиль. В целом, да, игра выглядит для пятого года супер новое поколение, новый Xbox 360. Но мне кажется, я допускаю такой момент, что третий рейсинг все-таки можно было выпустить еще и для Xbox Original. Что как бы сегодня, если бы попали с вами в аналогичную ситуацию, но выпустили бы Майке свой эксклюзив на прошлый ящик. А вот раньше как будто компания специально пыталась задавить прошлый Xbox, чтобы к нему вообще не возвращаться. О нем в то время никто особо не слышал, и как это вообще. Я когда начал копаться в теме консольной, я был в шоке, что до 360-го Xbox'а есть еще какой-то ящик, и это не Xbox 359. Вообще, с названиями у Майка всегда был специфический подход. И был ли смысл сливать оригинал? На самом деле присутствовал, как я думаю, потому что, ну, не показал отличных он продаж. Те, кто стали фанатами оригинала, их быстро заманили на новое поколение, путем вот третьего Готэм Рейсинга, и также третьего Ампенда. Это сноубординг, культура снега, и, ну, я на соточку уверен, что на старой бы коробке все эти игры запустились бы. Однако время, которое было раньше, оно отличается от того, что мы можем встретить в наши дни. Вот представьте себе, на релизе нового Xbox выходит какая-то эксклюзивная история. Она бы точно была портирована на прошлое поколение, или же наоборот на новую. А вот раньше все. Хочешь играть, давай покупай себе новую игровую систему. И в чем заключается прогресс? Несмотря на все, что мы с вами уже сказали, но объективно, что привод Xbox не превосходил то, что было у плойки. Но почему в таком случае большие игры, как второй Ведьмак, GTA 5 и прочее, выходили на коробку? Вот когда у тебя диск всего на 8 плюс гигабайт. Прикол кроется в том, что у нас консоли полностью изменились. И в этом нам помог как раз Xbox Original прошлого поколения. Вот он пришел, сделал HDD, но полноценно он вошел в консоль наоборот седьмого поколения, вот Xbox 360. И теперь жесткий диск не просто служит как бы для того, чтобы сохраняться. Ну а теперь вы еще можете брать, устанавливать на этот Xbox какие-то данные. Поэтому, когда я покупал GTA 5, ну как покупал, скачивал, я записал его на два диска. Это не вызвало внутри меня шок, дескать, а как я буду играть. Неужели вот я совершу выезд за пределы города, и мне нужно будет вставлять второй диск в консоль. Все на самом деле максимально просто. Ты установил данные одного диска, текстуры, макеты, может даже и часть аудио. И играешь. Когда кубик выходил, технологии консольные до этого еще не дошли. Поэтому GameCube испытывал проблемы с играми. А сейчас, ну, таких нюансов уже не будет. И можно считать, что седьмое поколение принесло нам много интересностей. В том числе и начало ужасного. Где об этом ужасном мы поговорим в части о PlayStation 3. И вот Xbox 360 это действительно интересное решение прошлого. И как бы перемещаясь вот через такие разговоры назад, я твердо понимаю, что да. Я бы с огромной радостью купил бы себе Xbox 360, но точно не в 2005-м. Потому что, ну, купить себе консольку без HDMI, а затем он появился. И что мне делать? Покупать новый Xbox? Переходники? Что делать в такой ситуации? Поэтому Xbox 360 в целом вышел тогда, когда не стоило его выпускать. Это точно такой же прикол, как и Sega Dreamcast. Она вроде и шестое поколение, но в тот же момент и пятая на максималках. Но здесь была ситуация иной. 360-ый влетел на рынок. Показал, что такое качество и мощность. А затем в этом же поколении прокачал себе HDMI. Если мельком говорить за сравнение с главным конкурентом Xbox, это PlayStation 3, то здесь у нас максимально интересная ситуация. Дело в том, что тройка мощнее, чем ящик, если мы с вами будем отталкиваться от цифр. Это и понятно. Как может консолька выйти на год позже и при этом быть слабее? Но Xbox, как вы понимаете, использовала чисто пока железо. Разработчикам было легко работать с этой игровой системой. Все прекрасно знали и понимали, из-за чего 90% произведений на Xbox 360 будет работать, во-первых, с лучшим визуалом, несмотря на то, что между этими консолями год разницы. Так еще и FPS более стабильный. Здесь Xbox одержал победу в том плане, что Microsoft не пытались показать всем, дескать, смотрите. У нас имеется коробка 360, которая помимо игр может тебе предложить еще разного бреда. В то время как у Sony немного стесло голову от успеха второй плойки и они решили дальше пойти по такой формуле, которая у них один раз работала. И в таком случае мы чуть не потеряли Sony и PlayStation. Потому что, если бы они в моменте не выровнялись, то сейчас не было бы по ходу PlayStation, потому что эта консолька тянула Sony на дно. И в следующем выпуске обязательно уделю этому как можно больше внимания. А Xbox, ну, он был успешен. В какие-то годы он находился на первом месте по продажам среди игровых систем. Затем с выходом Nintendo Wii улетел на второе, а закончил поколение скорее всего третьим местом. Потому что PS3 продано на момент пятнадцатого года в восемьдесят семь миллионов, а на шестнадцатый год Xbox 360 восемьдесят пять с плюсом. Получается, что с горы мы приземлились на последнее место. Но продажи все равно огромные у ящика. Он принес нам графику и самое главное, как я считаю, это развитие консольного онлайна плюс понимание, что консоли должны быть построены на базе нутра от компа. Потому что никому не нужны ваши процессоры собственного производства, где принцип работы понимаете исключительно вы. Ну, вот такая мини-история Xbox 360, как он пришел на этот рынок, какие заслуги присутствуют у этой коробки, и что она вообще смогла сделать за это время. Дальше, послушая театройки, где также ящик затронем, это нужно сделать. Не забывайте подписываться на канал и всевозможные соцсети, включая Telegram. До новых видео и встреч. Субтитры создавал DimaTorzok